Девочки, всем привет! По тележке и по, так сказать, антуражу вы понимаете, где мы с вами находимся. Так, ну что, давайте смотреть. За прилавком я не нашла ничего интересного, что, в общем-то, плохой знак, потому что обычно, если за стеклом есть что-то интересное, то и здесь найдется. Но, тем не менее, вот первый раз, первое то, что мы нашли, это вот такая вот брошь за 4 доллара. Безусловно, старенькая, очень интересная. Давайте ее положим в тележку, а там разберемся. Смотрите, какой интересный кулон с этими, как это называется, скоробей или как-то вот такая вот штука. С обратной стороны он интересно сделан. 5 долларов стоит. Я не думаю, что это что-то ценное, но давайте положим его в тележку, а там посмотрим. Смотрите, что такое красивое, прекрасивое. Даже есть маркировка. Маркировка. Нет, маркировки нет, но есть цена 4 доллара. Такое красивое колье. Ну, наверное, ничего такого. Ну, положим тоже в тележку. И там будем разбираться. Здесь же рядом цепочка с замочком, характерным для Моне бренда, по-моему. За 5 долларов. Ну, посмотрим тоже. Кулончик на таком, на проволочном, на проволочном таком колье. Смотрите, какая брошь новая. Красивая, 6 долларов. Китайская, стоила 22 долларов. Вы знаете, что? Она просто красивая. Хотя современная, конечно. Я подумаю над ней. Я возьму ее в тележку. Она не винтажная. Так, я как-то беспорядочно брожу. Мне нужно какую-то систему сделать. Это я что-то как-то бестолково... Боже, как красиво. Что это такое? 4 доллара. Застежка мне нравится. Маркировок нет. Наверное, современное, скорее всего, колье. Здесь есть две вот такие вот цепочки одинаковые. Я думаю, что они современные. Так, я вижу очень интересную вещь. Я знаю, что это такое. Это такая шотландская брошь. За 5 долларов, по-моему, здесь натуральные камни. Маркировки я не вижу. Но эти вещи довольно дорогие. И очень неплохо оцениваются. Вот такую брошечку я как-то покупала только с красными камушками. Если вы помните. И там не хватало... Там не хватало одного камушка. Здесь я потом присмотрюсь поближе. Она немножко деформированная, по-моему. Но явно винтажная такая снежинка. За 3 доллара всего лишь. Положу в тележку, потом рассмотрю получше. Ох, какой красивый браслет. Вот, посмотрите-ка. 7 долларов они за него хотят. Давайте посмотрим, если он чей-то. Здесь есть какая-то маркировка. Ой, не вижу. Я что-то... У меня сегодня плохая съемка. Я не могу... Я не вижу, но я потом рассмотрю и расскажу вам. Посмотрите, какой он шикарный. Надо посмотреть, если... Потом я проверю, есть ли все кристаллы на месте. И здесь рядом я вижу еще один интереснейший браслет. Браслет за 4 доллара. Какой интересный, правда? Легкий-легкий, как будто бы алюминиевый. Знаете что, я тоже его положу к себе. А там я подумаю, что с ним делать. Какая брошечка приятная. 4 доллара. Все вроде на месте. Так. Пошли в тележку, милая. Милая брошечка. Здесь еще одна рядом есть. За 5 долларов. А, это зажим для платка. Я их почти не покупаю. У меня есть парочку, но я их не ношу. Поэтому как бы не беру. Смотрите, вот это интересная за 5 долларов. Брошь. А, это тоже. Это брошь-зажим для платка. Хм. Неплохо. Не знаю, пока подумаю. Пока повешу, а то подумаю. Клипсы. Клипсы. Клипсы, клипсы за 6 долларов. Не знаю. Смотрите, какие прикольные. Зеленые. 4 доллара. Серьги. Так. Вот очень интересные такие. Сделаны из пластинок перламутра. Тоже серьги. За 4 доллара. Ну, я их пока оставлю. Интересное ожерелье. Красивое. Современное, скорее всего. Так. Но. Симпатично. Так, что у нас здесь внизу? Что-то много чего валяется на полу. Надо поближе посмотреть. Смотрите, два одинаковых. Один с красным камнем. Один с таким вот зелено-серым коньячным. Вы знаете, мне кажется, что это очень похоже на Эйвен. Их стиль. Но я не вижу никакой маркировки. Стоят они по 5 долларов. Кулоны. И это не стекло, а пластик. Пусть пока повисят. Потом я разберусь. Такс. Какой-то браслет с фигурками спортивными. Браслет сова. Косетки крупные. Мне сегодня очень плохо работает телефон. Поэтому я не знаю, что у меня выйдет из этого. Не знаю, что с моим телефоном. Он перестал фокусироваться. Вот такая брошь балерина. За 3 доллара. Это может быть и Китай, и Винтаж. Я видела на распаковках и показах вот эти броши. Я знаю, что есть много такого китайского. Знаете чего? Я ее положу в тележку. 3 доллара она стоит. А потом я ее поближе рассмотрю внимательно. Когда выключу камеру. Когда я наконец-то зафокусирую свой телефон нормально. А то я что-то не могу ничего с ним сделать. Так. Липсы. Серьги. Эмалевые. Так. Смотрите, какие интересные серьги. Но они в не очень хорошем состоянии. Маленькая брошечка велосипедик. Прикольную. Так. Что у нас здесь? Что это такое? Это у нас брошка. За 4 доллара. Наверное, современная. Пожалуй, я ее оставлю. Браслет с розочками. Такой вот браслет. Но он на магните. Очень легкий. Что-то сделан. Не производит впечатление ничего-то качественного. Эмалевый браслет. Синенький. Так. Что это здесь такое? Это мы уже рассматривали что-то красивое. Но современное. Это тоже. Здесь есть какой-то шилдик. Joe Fresh. Это современная компания. Недорогая. Даже дешевая. Так, это какой-то кулон. Еще вот такой кулон. Смотрите, какие. Что-то здесь написано. Написано Китай. Очень красивые. Симпатичные, вернее, колье. Вот такое колье интересное. Тоже с застежкой, которая может говорить о том, что это что-то старое. Но маркировок никаких нет. Так, здесь мы уже с вами ходили. Пойдемте наверх. Вот такой у меня есть, кстати, браслет. Я покупала. Я думала, что это Gucci. Это не Gucci. Стоит он 4 доллара. Но на ресейле их продают довольно дорого. Это итальянский браслет. Настоящий Италия. 70-х годов. Вот видите, Frenze Italia написано. И у меня есть целое... У меня есть видео, где я показывала эту кожу. У меня с зеленым. С зеленой кожей. Это настоящая кожа. И Gigi, это не Gucci. Это другой бренд. Я забыла, как название. Но я найду вам. Расскажу потом. Можно взять в пару. Потому что у меня есть такой с зеленой кожей. Я сначала таки обрадовалась. Тогда думала, что... Что я Gucci поймала. А оказалось, что нет. Вот, кстати, здесь серьги. Вот к этому колье, которое я вам только что показывала. Так. Ох, смотрите, что я нашла. Это я, наверное, точно возьму. Это наша. По-моему, Палих. Мне кажется, 4 доллара. Мне кажется, что это настоящий Палих. Палих, правильно? Я не путаю названия. Может быть, есть финифт. Но финифт, это белая на... Синяя с белым. А вот такие вот на дереве роспись. По-моему, Палихская. Надо посмотреть. Они иногда бывали... Вот с маркировками, кстати. Маркировка есть. Да. 96-й год, судя по всему. Это, скорее всего, русские буквы И и К. Это, видимо, инициалы того, кто это расписывал. Возьму, конечно, непременно. И вот тут у меня попалось что-то интересное. Полумесяц. И вроде бы все камушки на месте. Маркировок нет. Так. Ну, вы знаете, у нас неплохой улов уже сегодня. У нас уже неплохой улов. Здесь что-то новое в пакетиках. Ага. Вот я что-то нашла. Давайте пониже повесим. Значит так. Во-первых... Во-первых, это... 6 долларов. Но это серьги. И это современные. Я почему-то думала, что это винтажные клипсы. Вернем их назад. Вот такая брошь. И тоже, скорее всего, современная. Поэтому тоже она у нас пойдет назад. Хотя красивая. Так. Роза. Может быть, Джованни. У меня рос много. Маркировок на ней нет. У Джованни, кстати, брошь. Иногда бывала маркировка на коробочке. А иногда на самой брошке. Ну, у меня много роз. Если она не маркированная, я брать ее не буду. Потому что... Потому что... Потому что невозможно все купить. Браслет. Но это пластик. Похоже на что-то. Но это пластик. Так, вот такая красота тоже. Может быть, вполне винтажная. За 2 доллара. Здесь потерян камушек. Маркировок нет. Такой браслет с сердечком на 3. 4 доллара металлический. Так. Вот я вижу клипсы винтажные. Точно. Совершенно, скорее всего, кора. Кора. Но маркировки нет. Может быть, я ее потом найду, когда открою. Но это очень типичные клипсы для кора. Красивая, кстати, оправа. Красивая вот эта люцидовая вставка. Очень необычного цвета. Сколько они стоят? 4 доллара. Нормально. Так. Берем. Берем. Смотрите. Это из той же серии, что я брошь притащила. Стоили 15 долларов. Сейчас 6 серьги. По-моему, это та же компания. Но я не знаю. Серьги я не возьму. А вот брошечка мне понравилась. Смотрите. Вот там я вижу клипсы Аврора Бореали за 3 доллара. Очень неплохие. Брошь. Скорее всего, винтажная. За трешку. Маркировки не вижу, но потом постараюсь разглядеть. Мне кажется, винтаж. Так. Что здесь? Еще есть. Какие прикольные сережки. Миленькие, да? Хорошенькие. Но современные. Поэтому я оставлю их. Это тоже зажим для шарфа. Красиво, кстати. Необычно. Меня будут ругать. Скажут, почему ты его не взяла. Почему? Так. Липсы. Нет, серьги. Серьги. Вот интересные серьги. Тяжелые такие. За 2 доллара. Это клипсы, вернее. Мне кажется, что они... Что-то в них есть. Маркировок нет. Давайте посмотрим. Все ли жемчужины на месте. Такие кольца. Возьму, положу, там разберемся. Какой браслет интересный. Бил. Пико. 4 доллара. С какой-то резиной сделанных. Тут целых 2. Так. Вот такой браслет. Кулон. Ох, какая красота. Смотрите. 4 доллара. Очень красиво. И интересно, что-то такое в нем есть. Смотрите, какая обратная сторона. Непростая. Интересно, из чего же это сделано. Может быть, что-то наше индейское. В смысле, не индейское, а юждейское. От наших индейцев. Так, пошли наверх. Я вижу, там серьги большие. Смотрите, какие клипсы явно. Восьмидесятые, возможно. Но такие легкие, как будто из пластика все сделаны. Давайте посмотрим на эти. Тоже маркировки нету. Пока оставлю. Брошь сова сделана, может быть, даже из кости. За 3 доллара. Красивые какие нарядные сережки. Я очень тихо говорю, потому что у меня здесь вокруг люди. Я не хочу их пугать своими криками. Так. Брошь-лист. 6 долларов. Очень большая. Возможно, винтажная. Колючая какая-то. Знаете, что красивая. У меня уже полная телега. Ну вот, сегодня я с уловом. Хотя, неожиданно. Не знаю, что это. Может быть, мне потом напишут, что я пропустила что-то очень ценно. Но я не знаю, девочки. Когда я не знаю, я не беру. Кулон красивый какой, правда? Ну, 5 долларов стоит. Ну, современный, скорее всего. Страшилки. Хорошенький браслетик с бантиком. Смотрите, что это такое. 4 доллара. Не знаю. Что-то интересное. Скорее всего, индейская. Ну, вот это уже индейская от слова Индия, а не от слова Индейцы. 4 долларовая брошь. Большая. Красивая. Ну, у меня таких много, маркировок на ней нету. Поэтому я воздержусь. Здесь вот какие-то клипсы. Похоже на винтажную. Ну, нет. То есть, может быть, и да, но я что-то не пойму. Они в не очень хорошем состоянии. Даже если винтажный, я их, пожалуй, оставлю. Смотрите, какой симпатичный желтый браслетик. За 4 доллара. Ну, по-моему, здесь потери, да. Поэтому оставлю. Серьга одна. Вторая упала и пропала. Смотрите, какая красота. Какой браслет еще. За 5 долларов его оценили. Пол моей руки. Шикарный. Шикарный. Но я оставлю. Не совсем моя вещь. Не совсем. Тут же рядом есть вот такой. Большой и красивый. Пластиковые, смотрите, сережки новые. С этикеткой. О, мне очень нравится этот сатуар. Я не знаю, кто это. За 5 долларов. Сейчас мы узнаем, кто это. Здесь есть... Ой, плохо снимаю. Маркировка. Опа. Джей Крю. Посмотрите, какая шикарная находка. Джей Крю. Прекрасного качества. Прекрасной сохранности. Смотрите, берем кулон-портрет девушки. Кулон-листик. Здесь, кстати, красивые бусы. Скорее всего, современные. Так, портрет девушки брать или нет, не знаю. В сомнениях я. Так, паук. Вот это уж точно паук, а не муха. Это у меня все. Пауки с мухами все смешалось в моих видео. Современное украшение. Вот такой кулон. Кулон-дерево. Смотрите, какой интересный. Со всякими надписями. 5 долларов стоит. С пожеланиями разными, хорошими. Хорошая, полезная вещь. С хорошими пожеланиями. Так, это не камушки. Нет. Это тоже не камушки. Хотя такие тяжелые. Может и камушки. Здесь что-то запуталось. А, это все три они. Это вот оно все вместе. Так, нет, что-то такое непонятное. Здесь маркировка какая-то. Чапс. Я в основном молчу, потому что, ну, много людей вокруг хочу. Так, брошь. Я думаю, что оно старое. Ну, не знаю. Чуть ли я от нее не в восторге. Так себе, повешу. Пока повешу. Серьги. Интересные тоже. Знаете, это клипсы. Вы знаете, мне кажется. Сейчас их вот такое. Мне кажется. А может быть, мне просто кажется. Скорее всего, что мне просто кажется, что они какие-то ценные. Где-то я видела здесь такие клипсы наборные. Ну, камушки на осколочке. Самоделка какая-то. Так, жемчуг и замочек винтажный. Ну, жемчуг с кустами. Пластик. Ох, красота, красота. Вот такой кулон. Здесь что-то прицеплено, но... Буква М. Как он стоит? Кто, долларов? Ну, не знаю я. Это черепашка, кстати, видите? Интересный прям. Вот это что-то я... Мне что-то... Ну, это пластик. Если бы это было какие-то, хотя бы, стекляшки, я бы, может, уцепилась. Так. Роза. Возможно, и винтажная. Сова красивая. Какая симпатяга. Посмотрите, правда? Вот этим мне интересно, вот что вот это вот здесь запутанное висит. 3 доллара, никаких опознавательных знаков, но интересная вещь. Вот какие-то бусы. Какие классные. 7 долларов. Ого. Что-то в них есть. Давайте их повисим повыше. И порассматриваем. Это стеклышки явно. Вот здесь вот. Вот это вот. Какие интересные, правда? Непростые. Ну, нет застежки на них никакой. Никакой нет застежки. И, соответственно, нет никакого... Никакой маркировки. Но они мне очень нравятся. Мне кажется, что что-то... Может быть, это даже камни какие-то. Или стекло художественное. Положим со мной в тележку. Пусть покатается. Это у нас поломанная бабочка. Поломанная застежкой. Красивая, но поломанная. Там всякие клипсы перламутровые старенькие. Вот еще. А вот эти до сих пор здесь висят. Я уже хотела покупать, но не нашла к ним колье. Поэтому не взяла. А вот зеленые сегодня утащила. Хотя колье тоже не нашла. Но зеленые в лучшем состоянии. Эти в плохом состоянии. Я уже их видела. Смотрите, пока бродила, еще нашла две пары бус. Все 2 доллара. Эти вот такие вот очаровашки. Здесь замочек. Вот так вот открывается. Видите, это явно что-то винтажное. Замок-то точно. И вот эти вот бусы. Тоже за 2 доллара. Смотрите, какие они красивые. Вот здесь вот такой заночек. Маркировок нету, но это и старенькие рентажные бусы. Стоит всего лишь пару баксов. Смотрите, какой милый кулончик. Просто очарование. Стоит тоже 2 доллара. Но здесь что-то написано. Давайте будем читать. Непонятные какие-то значки. Непонятно, что это такое. Но он очень милый. Но, наверное, я его, пожалуй, оставлю. А вот с чашками сегодня как-то и ахти. Вот такую нашла красоту. Правда, красиво? Это у нас японская чашка. К ней имеется блюдца. За 8 долларов они ее продают. Красивая. Очень. Но у меня что-то похожее есть. Поэтому я уже очень стараюсь избирательно. Потому что у меня полный дом чашек и бус, как вы понимаете, и брошек. Поэтому я уже покупаю, когда что-то прям такое, прям что-то необыкновенное, интересное. Ох, вот это красиво. Посмотрите. Снаружи стоит такая. Ну, никакая. И переворачиваешь. А здесь вот такие сады райские. И это у нас английская чашка Royal Stafford. Давайте посмотрим, какая у нее блюдца. 8 долларов. Соблазн. Смотрите, какая пара. Английская пара. Причем вот действительно с этой стороны вот такая вот обманка, что называется. Очень красивая. Ничего похожего, если честно, у меня нет. Просто что-то необыкновенное. И что-то здесь еще такого типа. Но здесь просто цветочки. Хотя тоже снаружи обыкновенное. Вот фиалки. Тоже английские. Костяной фарфор. Фиалочка вот такая. Ну, у меня такое что-то похожее есть. Здесь в столах. Вот блюдца от нее. А так-то, в общем, как-то, знаете, сегодня что-то чашек не завезли. Вот какие-то такие белые. Это, наверное, суповые. Тоже английские. Написано, что это engagement. То есть для помолвки. В общем, здесь их много. Таких вот. Ой, видите, там есть еще блюдца. Большой-большой сет. По-моему, 8 или 9 пар. Ну, они не очень в хорошем состоянии. И как бы такие. Ничего особенного. Хотя тоже английские. Так, вот эти малюсенькие. Какие-то непонятно что. Так, написано мелко. Хорошенькие, да? Очень маленькие. А, вот они стоят. Вот написано 20 долларов за 10. Их 10 пар. Такая для супа, наверное, с двумя ручками. Английская. А, вон еще эти маленькие. Их много тоже здесь. Так, ну и все, по-моему. Вот таких вот. Чего-то такого. Супер-пупер. Интересного, что я обычно вам показываю. Ничего особенного здесь нет. В общем, вот тарелка такая. Смотрите. Ну, она такая и слоянца. Грубая. Толстая. Я не такие не покупаю. Не потому что, а просто потому что. Ну, я не могу же все. Все покупать. Тарелок много. Видите, всякие разные. И новые, и старые. Вот эти вот, судя по всему. Какой-то тоже сервиз. Потому что я вижу, что их много. Вот такие вот большие. Не пойму, что это такое. Но они такие обулезлы некоторые. И вот еще есть. Видите, вот такие вот маленькие. Но они потертые. Ну, вот и все. Если что-то сейчас погуляетесь на это еще интересно, я покажу вам. Видите, я вам там тарелки показывала из сервиза. Здесь вот такая вот супница за 10 долларов. Такой же расцветки. С такими прямо... С такими деталями. Очень-очень-очень даже интересная вещица. Но там они все не в очень хорошем состоянии. Так, девочки, наша добыча. Значит, я разложила по кучкам, что я, да, покупаю, а что я не покупаю. Все, что здесь я не покупаю, это, например, в этой брошечке есть потери. Видите, два камушка потеряно крайних. Это что-то непонятное. Я не знаю, что. А здесь вроде бы нет потерь, но она какая-то вся гнутая, изогнутая. Что-то я не знаю даже, брать, не брать. В общем, у меня какие-то сомнения. Не знаю. Браслет этот, знаете, интересный, но... Что-то меня в нем смущает. Цепь. Красивая цепь. Такой какой-то фирменной застежкой, но нету никаких маркировок. Ну, просто такая большая, длинная, золотая цепь. Стоит она не 5 долларов. Стоило бы там 2, я бы еще подумала, а за 5. Хотя на прекрасном состоянии. Ну, это, конечно, никакое не золото. Просто цепочка. Даже не знаю, зачем она мне. Просто цепочка. Здесь, ну, просто брошечка, скорее всего, современная. Кулон этот. Вы знаете, я сначала так, мне он понравился. Такой интересный-интересный. Потом я стала присматриваться. Что-то какой-то... Самопал, если честно. Как-то это выглядит странно. Может быть, я что-то не поняла. Может быть, это что-то очень аутентичное. Но что-то у меня какие-то сомнения по его поводу. То же самое насчет и этого кулона. Вот это вот мне нравится центральная часть. Но все остальное плохо приклеено. Желтый клей. Хотя на обратной стороне, видите, тоже есть какой-то рисунок. В общем, не знаю. Нет. Серьги эти, кстати, за 2 доллара всего лишь это клипсы. Выглядят как тяжелые, какие-то дорогие. Но они, по-моему, немножко подоблезли. Вот насчет них я прям не знаю, брать или нет. Ой, развалилась. Смотрите, какие они. Кольца с жемчужинами. Нида каких маркировок. Но похоже, что они не очень современные. Потому что так качественно сделаны. Такие крепкие, толстые. Но не знаю. Клипсы вообще не особенно люблю. Но покупаю иногда. Здесь камушек потерян где-то. Вот видите, вот здесь вот. Вот тут потерян камушек. И эта брошь интересная, но простоватая. Какая-то тонкая, такая хлипкая. Так, теперь я не знаю насчет вот этих бус. Здесь явно вот это вот или художественное стекло, или даже камни. Очень даже красивые. И вот эти вот промежуточные бусы мне нравятся. Но они стоят 7 долларов. Мне кажется, это какой-то самопал. Ну вот что вы скажете? Или посмотрите. Я так вас спрашиваю. Как будто вы можете мне ответить. Мне кажется, они как-то не очень хорошо, аккуратно собраны. Как-то вот здесь, вот видите, они как-то... Ну, так, я уезжаю, я уезжаю человеку. Отъеду. Они как-то не очень хорошо собраны. Как-то комячатся. Их можно, конечно, пересобрать. Здесь вот какие-то, видите, узелки. Что-то какой-то самопал, хотя стоит дорого. Красивые. Не знаю. Так. Клипсы эти беру. Браслет этот. От Банана Репаблик. Это очень дорогой бренд. Современный. Но безумно дорогой. И я считаю, что это хорошая цена. Вот этот браслет в комплект. Вот этот вот. Вот у меня есть такой зеленый. Вот этот красный. Прям цвета гучи. Красный и зеленый. Возьму эти клипсы, потому что, ну, всегда беру такие. Люблю Аврору Бориалис. Эту брошку, конечно же, беру. В нашу молодость и память. Возьму эту. Знаете, она современная брошь. Но красивая. Стоит 6 баксов. Стоило 22. Написано, что это настоящий кристалл. В общем, что бы это ни значило. Красиво. Эту брошь, конечно, беру. Это очень довольно ценная брошь. Тем более, там есть много каких-то маркировок. Мне надо прочитать и разобраться. Но, в любом случае, это шотландская такая национальная брошь. Я, конечно же, ее беру. Украшение от J.Crew. Видит со мной в прекрасном состоянии. Классный такой сатуар с двумя кисточками. Вот эту брошь-балеринку я, наверное, возьму, потому что, мне кажется, она винтажная. Не Китай, а все-таки винтаж. Там по застежке я посмотрела. Видите, застежка такая не китайская. Вот эту возьму брошечку. Она очень даже, очень даже, очень. И вот эти две пары бус по 2 бакса. Вы знаете, я их нашла в самом конце. Но они прекрасные. Посмотрите, какое красивое мунглоу. Бусы вот эти только коричневые. И вот эти вот пузырьки Аврора Бориалис. Такие классные. И такая классная застежка. Здесь так палочка достается. Всего по 2 доллара. Классно. Ну и чашка, девочки. Сколько раз тебе сказала, чашек я не покупаю, чашек я не покупаю. Но вот этот такой у меня еще нет. Тем более она стоит не 10, а 8 долларов. Что как бы уже немножко меня радует. Все. Надеюсь, что вам было интересно. Надеюсь, что вам понравилось. На сегодня все. С вами была Дита. Всех люблю. Целую. Увидимся в следующем видео. Обзор магазинов. Украшения, болталки. Все, что мы любим. Всем пока. Бай-бай.